Здравствуйте, виноградари! С вами снова Юрий Егорутин. Сегодня на календаре 12 мая и сегодня я хочу посадить вот в эти контейнера, а это у меня 12-литровые ведра, саженцы винограда. Эти саженцы я вырастил в прошлом году, они у меня хранились в песке, вот обратите внимание на экран, вот в таком ведре, в холодном погребе, температура была плюс 4, плюс 6 градусов. Приблизительно дней 10 назад я их извлек, они стояли у меня на улице и вот можете увидеть, что некоторые глазки проснулись и пошли в рост. Если вот этот саженец, который справа, это трехглазковый саженец, этот саженец можно было уже высадить и на постоянное место, то вот с левой стороны это одноглазковый саженец. В принципе и его можно было высаживать на постоянное место, но я решил их пересадить вот в эти два контейнера и вырастить в этих контейнерах двухгодичные саженцы. Причем осенью эти саженцы можно будет уже пересадить на постоянное место, причем не разрушая вот этот ком земли, который будет в этих ведрах. Если мы сохраним корневую неразрушенную, то мы практически не потеряем время, то есть мы посадим двухлетку и на самом деле это у нас и будет двухлетка. Этот вариант подходит для тех виноградарей, например, которые весной не успевают высадить свои саженцы, либо просто некуда пока что эти саженцы высадить. Естественно эти саженцы можно было высадить в школку, но осенью из школки нужно выкапывать и естественно корни мы повреждаем. Давайте расскажу немножко о почве, которая находится в этих контейнерах. Здесь нет никаких удобрений. Я делаю постоянно один и тот же состав почвы, беру верхнюю почву, самую плодородную, и мешаю 50 на 50 с компостом. В этих ведрах на дне есть дренажное отверстие. В каждом ведре где-то по 5 отверстий диаметром где-то 12 миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы там не скапливалась вода. На дне больше ничего нет, то есть только вот эта почва, которую я приготовил. Теперь по самим саженцам, так как я их буду пересаживать все равно осенью, мне их сажать глубоко не нужно. Я посажу где-то вот на расстоянии сантиметров 5 от поверхности этого ведра, от поверхности грунта вот который сейчас насыпан, то есть буду высаживать максимально высоко, только чтобы мой саженец не падал и держался вот в этом грунте. Естественно при такой мелкой посадке придется очень часто следить за поливом, чтобы верхний слой почвы не пересыхал, но в таком случае у меня будет место куда расти этим корням, то есть практически полное ведро. Теперь по подготовке самих саженцев. Начну с одноглазкового, видите здесь вот есть сверху кое-какие корешки, я их срежу, уберу. Эти срезы можно продезинфицировать четырехпроцентным железным купоросом, ну и чтобы не попадала почва, можно даже замазать садовым варом, но это так на всякий случай. Такую высоту, вот на такую глубину я и посажу этот одноглазковый саженец. Теперь вверху, кстати обратите внимание, опять же наша вертикальная полярность в действии, так как я оставил длинный побег, то вот видите один глазок и второй глазок, это нижние глазки, в рост не пошли. Но так как я этот саженец буду все равно пересаживать, то я сделаю обрезку вот в этом месте и буду выращивать вот эти два верхних побега. Даже если здесь пойдут побеги вот эти, я их выщипаю. Точно таким образом я проведу подготовку вот этого трехглазкового саженца, то есть корни, которые вот здесь на среднем узле я удаляю, естественно, как я уже говорил, обрабатываю эти раны четырехпроцентным железным купоросом и замазываю садовым варом. Теперь вот на побеги опять точно такая история, так как у меня побег длинный, ну вот смотрите один глазок и второй только-только пошли в рост, а верхние вот уже довольно мощные побеги. И поэтому вот эти два нижних я выщипываю, вот здесь делаю срез и буду выращивать вот два побега из вот этих верхних глазков. Если бы я высаживал на постоянное место, то желательно мне было провести такую посадку немного раньше и если бы мой саженец не вмещался в посадочную яму по высоте, то мне пришлось бы вот эти два верхних глазка все-таки срезать и выращивать вот два нижних. А теперь давайте просто подготовлю эти саженцы. Ну вот здесь тоже этот корешок он не нужен. Удалил я верхние корни. Ну смотрите, корни очень длинные вот эти оказались. Если бы я высаживал на постоянное место, я бы сделал большую посадочную яму и корни не подрезал. Но здесь подрежу вот в этом месте, чтобы корни в моем ведре не закручивались вот так по спирали. Ну и кстати, вот обратите внимание, что корни белого цвета живые. Итак, у меня вот такой саженец. И вот здесь сделаю срез и пока что вот этот верхний глазок выщипываю, этот выщипываю, но здесь нет. Итак, вот у меня оказался подготовленный уже одноглазковый саженец и я его высаживаю в левый контейнер, предварительно продезинфицировав вот этот срез и замазав его садовым варом. На самом деле этот садовый вар не для того, чтобы заживали раны. На винограде раны очень трудно заживают. Просто цель одна, чтобы рана не контактировала с почвой. Посадку провожу точно так же, как проводил бы на постоянное место. Вот в центре этого ведра сделал такой холмик посадочный. На вершину холмика поставил пятку вот этого черенка, а корни распределяю сейчас по вот этому конусу в разные стороны и даю им направление первое вниз. То есть сейчас буду подсыпать сверху почву и естественно вот здесь корни немножко прижмутся и будут направлены вниз. Итак, провел я посадку этого одноглазкового саженца. Эту посадку можно было провести и глубже. Например, уровень почвы мог бы был и вот в этом месте. Но я, как уже говорил, стараюсь использовать ведро по полной, чтобы вот начиная с верхнего слоя почвы в этом ведре начинали развиваться корни. И вот точно таким образом я подготавливаю и второй саженец, только он трехглазковый. Итак, здесь делаем срез, будем выращивать этот и этот побег, а эти выщипываем. Ну вот собственно говоря и вся подготовка и второго саженца. Ну и естественно тоже немножко подрезаем корни. Ну и проверяем, корни на срезе белые, влажные, значит наш саженец живой. Итак, провел посадку, а сейчас провожу еще и полив. Больше пока что поливать не буду. Сейчас подсыпаю немножко сверху еще этой же почвы, а самый верх, сверху замульчирую обычным песком. Ну вот и вся посадка однолетних саженцев, одного одноглазкового и одного трехглазкового. Пересадка в контейнера. По ходу их роста в течение сезона буду делать небольшие обзоры, так что не забывайте, заходите на мой канал, смотрите новые ролики. А с вами был Юрий Егорутин, до скорой встречи, до свидания, пока.